Друзья, спасибо, что пришли. Держитесь, немножко осталось. В смысле, нас послушать. Сроде бы, кого-то. Мне необычно с этой стороны сидеть, я обычно там сидел. Меня зовут Роман Сданович, финансовый директор компании «Газахимтехно». Мы занимаемся такой интересной вещью, как технологии и газопижарники. Я думаю, что для 90% тут уже неинтересно. Поэтому рассказ про это еще не буду. Расскажу про зиму. Про мой вид вот оттуда на вот сюда. Вероника Александровна сказала, что они только хорошие прошлом говорят. Я, видимо, должен грязи поливать, но мне не очень это получится. В силу того, что сама школа оставила у меня только положительные впечатления. Во-первых, как я ее выбирал. Анекдот прочитал недавно. Сидит, не знаю, как правильно, абитуриент называть бизнес-школы. Абитуриент бизнес-школы выбираю. Школа номер один. Доход после окончания 200 тысяч долларов в год. Школа номер два. Доход 199 тысяч долларов в год. Школа номер три. 198. Третий – это отстой. Примерно в таком же состоянии находился я. В 2009 году, когда поступил на вечернюю программу. И понял, что рейтинге это совершенно непоказательно. Поговорил с друзьями. Один человек закончил ВДА. Один – лондонскую школу. И один – совместную программу с Калифорнийским университетом. Чуть ли не Шварценеггер, не музей полномочий. Ну, вот выбрал ВДА, потому что было удобно, понятно и были хорошие узлы. Что происходило дальше? Ну, Фероника Александровна отняла у меня хлеб. Она в конце рассказала то, что, наверное, должен рассказать я. Поэтому я рассказывать буду с примерами. Ну, действительно, учиться интересно. И в моей группе находились люди от директора пекарни, который был предпринимателем, до финансового директора Транснефти. Правда, она на втором году ушла в деталь. Это, видимо, побочный эффект школы. Есть такое дело, да? Я про это сейчас еще расскажу. Действительно, и вот курс суправлических решений интересный. Когда у нас было чуть ли не тотализатор, и похоже, это было на чемпионат мира в Бразилии. Сейчас. То есть было жесткое соревнование. Кто там победит, и кто кого вы топит, и, по крайней мере, там, в чем-то. Очень интересный был зарубежный модуль. Я бы рекомендовал его проводить. Вообще должен. После первого года. Потому что я ощущаю недостатки. Я с удовольствием съездил еще. А вы, кстати, его снипом приглашали. Началось это с того, что мы приехали в цели отрядов с Ганнавером. И мы решили, что, да, на следующий день ничего, мы не можем. Разбелась безумная идея. Хотим в пример посмотреть скульптуру бельгинских публикантов. Ну, а дальше, как в фильме, стирист. Роот нуля. В общем, кого интересует, я расскажу потом. Особо, что сказать не буду. Сильно сплачивает вот эти занятия и форматы проведения. Сильно сплачивает группу между собой. Дает вам широкую, действительно, сеть контактов. Это было для меня лично важно и для других людей. Неожиданный эффект для девушек одиноких. Ну, может, не одиноких. Двое в нашей группе людей носит... Ну, в смысле, две парки. То есть, четверо. Носят одну фамилию. Не знаю, надо проверить. Девушки на четверых. Не проверял. Позвонили, просто сказали. Вот. У меня сын родился. Я такой, поздравляю. Здорово. А теперь у меня еще фамилия такая. Вот. Я все понял. Что еще вам? Что еще рассказать? Интересно будет общаться после. Потому что будет ощущение, что в жизни что-то прошло и чего-то очень не хватает. Когда ты учился три вечера в неделю, а еще и в субботу там две, две, субботу в месяц, три, то у тебя после окончания оказывается огромная куча времени. И на наших встречах мы постоянно вспоминали, что происходило все эти прекрасные два года. Сначала тяжело первый месяц, пока ты в это втекиваешься, а через месяц ты уже ждешь встречи со своими, со своей группой. И после выходных такое вот ощущение, что, о, ну, наконец-то началось учено. Вот, наверное, это будет и у вас тоже. Были у нас, ну, скажу немножко неплохое. Была у нас и конфликтная ситуация, но пришел преподаватель на замену основного преподавателя, вот, к сожалению, провел у нас одно занятие, нам сразу вошли навстречу и поменяли преподаватели. Это я про то, как работает школа. Мы сами не ожидали, мы сами этого не ожидали. На удивление, и я не понимал, почему люди пошли учиться тогда, понимаю сейчас, в нашей группе было два человека уже с МБИ, которые пошли второй раз. И я постепенно прихожу к этому ощущению, что, наверное, тоже пора, я в один стандарду закончил, что что-то жизни не хватает. Мы сейчас программу МБИ открываем, вот как раз. Да, да, я вот начинаю задумываться, да, да, да. И вот тогда я не понимал, сейчас понимаю, и вы поймете это тоже. Поэтому МБИ даст вам знания, даст вам и карьерный рост, и даст вам друзей, и даст вам новые ощущения студенческих лет, в зависимости от кого что было лучше. Детский сад, наверное, в них не даст. Поэтому делайте ваш выбор, а я думаю, что он будет правильным. Что он отнимет. Что он отнимет? Деньги время. Деньги время. Но даст больше. Ничего можно. Ну, не знаю, у меня больше ничего. Дал больше. Роман, можно пару вопросов? Ой, с удовольствием. Ну раз уж вы к нам попались, живьем. Да, 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 мучайте до конца. Какая была должность, когда вы поступали? Я пришел, был аналитик, вышел финансовый. Ага. А получается только тогда и сейчас? Процент. Процент? Да, не процент. Ну вот для девушки в проценте, для меня в рублях. Ну раз от 3 больше, чем так. Раз от 3? Да. Хорошо. Да, я тоже так. Но это выше среднего. В среднем 70% за первые два года после окончания. Рост доходов у нас по статистике. Три года. Так что... Три года. Да. Три года. Но все равно темп просто. Но все равно выше среднего. Роман. Да. Вопрос все такой. Вы язык знали? Да. Знал, но стал лучше его знать в силу того, что по работе мне еще приходилось. Да. На программе... На программе языка нет английского. Ну тогда преподавайся. Как только? Я считаю, что на этой программе не помню. Не знаю, я даже скажу. На самом деле, уважаемые коллеги, у нас русскоязычная. И когда мы говорили о наших программах, мы говорили, что у нас действительно большой спектр программ, которые делятся по направленности тех, кто работает с западными, для тех, кого язык важен, для тех, кого важнее менталитет западных и так далее. У нас есть две программы на английском языке. Две программы, ориентированные здесь, две ими, и ориентированные на российский рынок. Входного требования знания языка у нас нет. Поэтому, когда мы едем на зарубежный модуль, в Италию, в Германию... Когда приезжают зарубежные преподаватели... Когда зарубежные преподаватели приезжают, мы всегда обеспечиваем перевод. И правило такое единое для всех. Понятно, что есть люди, которые блестяще знают английский, или немецкий. Вот, когда мы в Германию ездили, чтобы было комфортно в немецком общаться. Пожалуйста, в фулуарах, на переменах, с преподавателями, с местным населением, сколько угодно общайтесь на английском, немецком, там еще по поводу экзакетов вы сможете. Но рабочий язык программный — это русский. Поэтому всегда и там тоже перевод. И правило, если заново в аудитории иностранного преподавателя вопрос на английский, сам себя переводит. Все на разных условиях. Тут у нас коммуникация. Это же как Варгин, да, призывы? Все, по-честному. На этом не надо зацепляться на русском, на русском. Дело в том, что изучение языка в рамках программы мы отказались, потому что, в общем и целом, это, на большом счете, профанация. Чтобы выучить язык, ну, действительно выучить, да, программа лингвистического возраста — это 1600 академических часов. Это больше, чем вся MBA? Это больше, чем вся MBA почти в три раза. Это надо два года только языком. Я думаю, что это больше всего. Спасибо, спасибо. Еще один вопрос у меня. Да, я извиняюсь. То есть, там, что у нас надо, это четыре крема, да, происходит? Да. Мы, я смотрю, уже... Да, у нас пределение социализации. Да, вот тут мы перешли к вопросу, уважаемые коллеги. Давайте так. Да. У нас есть еще собраяль в Кустарке, или фулшек. Поскольку все после работы у нас живет еще чашечка. Он на четвертом этаже? Да, на четвертом этаже. А четвертый этаж — это как раз этаж, где и располагается ИБДА. Это наш этаж. Там наша учебная аудитория. Ну, может быть, мы сейчас немножко поговорим здесь. Давайте мы вас всех приглашаем. А потом вместе... Да, мы там разобьемся, Роман остается с нами. Да. Там разбиться на другую заплату. И там будет чай, и мы там уже поговорим. Поэтому мы тогда поднимемся, и на все ваши вопросы ответим. И покажем вам наш общий коридор. Ну, просто давайте пару вопросов, наверное, таких, которые общие. Ну, по оплате был вопрос, он, наверное, до общего партнера. И потом вот этот есть, да, давайте. Обязательно ответите, сколько уж вы заявили. По оплате. Оплата разбивается на четыре этажа. Как у вас в договоре прописано будет? До такого? Такую сумму, до такого? Такую сумму. Все там расписано. То есть вам не надо всю сумму платить сразу. И цена программы в течение вашего обучения не меняется. Если вы отчислитесь и будете зачисляться в следующую группу, то, естественно, остаток вы будете доучиваться по цене той, по которой лучше цена группа. Подорожает, значит дороже. Подорожает, значит дороже. Подорожает, значит дороже. Это бельгийская программа. Наша рублевка. Да, бельгийская там, да, на менте, конечно. А там, сейчас одну секунду. По бельгийской программе, естественно, узкая часть фиксирована, это наша, бельгийцам это то, что… Ваше вопрос. Ваше вопрос. Ваше вопрос. Ваше вопрос. Ваше вопрос. И, соответственно, ты тратишь только один выходной день и вечером после работы, ну, в общем-то… Сил, конечно, мало. Ну, так восприятие учебного материала распределено так во времени, это улучшает свои усваиваемые знания или нет? Или лучше, ваше мнение, приходить как-то в выходные, не уделять в скором учебе? Понятно. Мне нравился вот именно этот формат, потому что, ну, тяжело, на самом деле, вот сидеть три дня, мне кажется, восемь часов, там, десять. Просто… А так ты успеваешь спокойно это почитать еще и так далее. У меня дома стоит полка со всеми этими. Моя семья покушается, чтобы выкинуть оттуда все мои бумажки, раздавшие материалы. Я стоически каждый год ее отстаиваю, периодически там вынимаю, чтобы посмотреть на эти памяти, когда это нужно. На нас ситуация-то и вот так. И знания, которые были получены… Да, вы все профессионалы, вы все знаете. Школа, она дает не то, чтобы прям супер-новые знания, все можно почитать в интернете, но она позволяет вам взглянуть на вещи немножко по другим углам, к которым вы не смотрели сами раньше. Плюс, соответственно, вот, ну, есть у тебя какая-то ситуация, в которой тебе надо решиться, ты не знаешь, чем решение. И советы, там, коллег, у которых тоже у меня пара коллег, которые смеются, очень крутые вещи. Не могут дать совету, да? Начинаешь книжку, вы говорите. Преподавлять его можно. Советы в школу можно всегда. Вот что мне нравится еще ЛБДА, после того, что, в общем, в любое время обратись, тебе, по-моему, походерным советам и всем, чем можно. Ответа нет, я не слышал. Вы сказали про раздаточную интеллию. Да. Тут вопрос может идти и про преподавательские посадки. Много ли приходилось конструктивы? Не скажу, что много. Не скажу, что много. В основном, как раз самой раздаточной интеллии. Дело недостаточно. Что-то давалось как уникальное, что следовало денег? Догмы писать всех никто не заставит. Хотите, пишите, хотите, запоминайте. Если бы поменьше, я просто делал раздатки. А? Добавлю просто. Вот раздаточный материал, вот смотрите, вот это же раздатка. Такой материал есть по каждой дисциплине. Это опорный конспект вот этого курса. Там основные определения, формулы, графики, слайды, которые показаны. И обычно одна страница заполнена вот этими формулами, текстом, графиками. А другая свободная. Для заметок. Да, для заметок. И если там что-то нету, то он тут пометил рядышком. И потом в результате действительно образуется такой архив вот этих раздаточных материалов, в которых твои же собственные пометки. И ты уж точно не забудешь, что там написано. И когда это будет необходимо, достанешь, посмотришь, что там помнишь. Ну, отлично. Обычно все строится на презентациях. Но только вот не в таких презентациях, а более насыщенных. Потому что эта презентация вот такая обзорная, она правильная. Это правильная презентация для данного случая. Для лекции она более там понасыщенная. Ее можно почитать потом. Да, это и есть специальный курс. И не один. Уточняйте. Да, платят. У нас есть, что вы не так же делаете участие? На три. Там на семерках короче. А на короче, да. Конфор сферы с метро не мучает, если не платят. Да, пожалуйста, сейчас. Почему у вас нет такой популярного в программах стратегический менеджер? Есть. Одна из специализаций. У нас есть Кингстон и Гренобиль, правильно? Кингстон это вообще не мы. Кингстон это Кингстон. К Гренобиль это одно из КБДА. Стратегический менеджмент, если мы говорим о дисциплине, то она просто в программе. Везде обязательно. И у нас есть программа предприятия управления компанией. Если вы можете на задержку.